Здравствуйте, друзья! Вопрос о том, как бороться с блудными помыслами. Атакует очень сильно, такие картинки рисует в голове. Я не могу дать такого рецепта, который, как по щучьему велению, сразу раз и все это дело прекратит. Такого нет рецепта. Но в то же время кое-что все-таки есть. Это не сразу же, но постепенно как-то можно к этому прийти. Вообще, вся эта история, блудные помыслы и т.д., от неумеренности, по большому счету. Конечно, если человек ведет абсолютно умеренный, очень-очень воздержанный образ жизни, не значит, что он застрахован, такое все равно может найти, периодически находит. Но все-таки степень, сила, с какой нападают на него эти помыслы, все-таки различная. Так вот, когда человек ведет неумеренный образ жизни и себя в чем-то не ограничивает, особенно, когда он себе позволяет излишества с алкоголем, например, еще что-то, вольное обращение с другим полом, не знаю, зрелище соблазнительное, рассматривает он какие-то картинки в интернете, или так ли. То есть, когда он себе позволяет много чего, то, конечно, он таким образом подогревает в себе эти помыслы, и они потом атакуют, одолевают его, естественно. Следовательно, бороться против этого всего нужно обратным способом, вообще-то, воздержанием, вести себя умеренно, не позволять себе излишеств и в еде, и в пресыщении, и в пище, и питье, особенно алкоголь, вольное обращение с другим полом, щегольство, пляски, еще что-то, наряды. То есть, где-то себя прижимать, 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 прижимать. И когда человек ведет такой образ жизни, воздержанный, тогда ему легче сопротивляться этим всем помыслам. Плюс ко всему воздержанию нужно подвести еще и молитву. Все это воздержание нужно одухотворить, не просто так воздерживаться, а ради Христа это делать, по заповедям Божьим стараться жить, то есть стараться свой образ жизни выстроить в соответствии с Евангелием. И тогда оно будет полегче, вот эта борьба внутренняя, происходить. Я не хочу сказать, что совсем ее не будет. Будет, но все-таки она будет совсем не такого масштаба, как она бывает у человека, который совершенно невоздержан. Почему люди впадают в грехи, потому что ведут невоздержанный образ жизни, по большому счету. Когда есть норма, люди себе не позволяют каких-то вещей, сдерживают себя в чем-то. Образ жизни такой ведут, в целом им легче сопротивляться искушению. А вот так вот просто, хоп, и побороться с этими мыслями, помыслами, желаниями, это не получится. Тем более, у автора вопроса такие картинки рисуются в голове, то есть там уже процесс того, конечно, нападки атакуют, очень сильно сразу чувствуется. Вот вам такой вот совет, сейчас тем более пост великий идет, воздержаться надо от тяжелой пищи, мясной пищи. А как вы хотите, если вы себя присыщаете в белковой пище, питаетесь мясом, алкоголем запиваете, понятно, что потом тянет куда-то. Когда себя будете ограничивать и есть такую легкую пищу, воздержание, телевизор не будет смотреть рекламу притягательную, там все тоже очень сексуально, в этой рекламе все красиво, виды показывают, там все. Все потихонечку пробуждается, там капелька по капельке, капелька по капельке, а в итоге в целом ручеек, а потом этот ручеек в речку впадает и потом проблемы начинаются. Так что вот это в образ жизни особый нужно вести, вот такой рецепт, других рецептов нет, все равно будут мысли, все равно будет тяга, потому что так устроен человек, ничего не сделаешь, помогай Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok